Это религия Аллаха Святого на Велик. И Аллах обещал успех этой религии, будь то через нас или не через нас. Он говорит, Если вы не окажете помощь этой религии, если вы не поддержите эту религию, если не будете защищать ее, Аллах Святого на Велик заменит вас. Но успех гарантирован этой религии. Не сомневайтесь в этом. Важно то, что являетесь ли вы частью поддержки этой религии или нет. Машаллах, наши шейхи рассказали нам о положении мусульман. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на это с другого ракурса, который является более практичным. Что я должен делать? Какая ответственность лежит на мне? Какие изменения я должен внести в свою жизнь? Нашу религию, мои дорогие братья и сестры, упрочивают две вещи. Пожалуйста, поймите это. Без двух этих факторов не будет развиваться твоя религия. Первое – «Ильм», знание. Второе – «Амаль», действие. Без знаний и действий ты никогда не будешь развиваться. Никогда. И наша умма в данный момент переживает трудности в обоих этих аспектах. Наша община, общество в целом, у нас есть трудности в обоих аспектах. Что касается первого, что умма Мухаммада, миром и благословения, игнорирует знания. Нас не беспокоят знания. Враги работали над уммой веками. Потратили очень много времени на то, чтобы сделать нас людьми, игнорирующими нашу религию. Мы не знаем о наших обязанностях. Я не знаю, что от меня требуется. Я не знаю, как добиться довольства Аллаха. И это печально. От этого больно, братья. Аллахи, от этого больно мне лично. Больно видеть, что умма Мухаммада в шоке. Я надеюсь на ваше терпение. Я пытаюсь объяснять понятно. Мы удивляемся тому, что враги ислама несправедливы. Мы удивляемся тому, что враги ислама не проявляют к нам симпатию. Начинаем кричать «Смотрите, смотрите». Каждый день мы протестуем и говорим «Смотрите, враги религии несправедливы. Смотрите, враги религии не обращают внимания. Враги религии жестоки». Чего ты ждешь от своих врагов? Ты ждешь, что враги будут переживать за твою религию? Это смешно. Это как если представить, как ты поднялся на ринг, чтобы боксировать с оппонентом. И когда оппонент попадает в тебя, ты поворачиваешься к зрителям и начинаешь кричать «Он меня только что ударил». Он несправедлив. Почему он меня ударил? Почему он жесток? Брат мой, это твои враги. Они пытаются разрушить твою религию. Они не преследуют твои деньги. Они не преследуют твою инфраструктуру. Им нужна твоя религия. У них другая форма жизни. У них другая одежда. Они говорят на другом языке. Но они преследуют ислам, потому что они знают, что самый большой их враг – это ислам. Поэтому не надо удивляться, когда вы находите мир несправедливым. Не надо удивляться тому, что враги не заботятся о тебе. Удивительно то, что мы хотим, чтобы они заботились о нас. Удивительно то, что мы проявляем к ним уважение ради того, чтобы они заботились о нас. Это и является смешным. Что вы хотите? Чтобы враги ислама заботились о вас и служили вашей религии, и чтобы они были справедливы? Этого никогда не будет. Поэтому мы должны изучать нашу религию. Обязанность распространять религию лежит не на них. Это моя обязанность. Аллах спросит меня в судный день, что я сделал для этой религии. В первую очередь, я должен понять, что это моя обязанность. Сегодня наши враги, которые изучали нас веками, пытаются внушить нам то, что хотят. Первое, что они внушают тебе, — наставить свою религию. Это их главная и первая цель. Если ты оставишь религию, это будет для них большой успех. Если же не могут, они переходят ко второму. Внушить вам поклоняться отдельно. Поклоняйся Аллаху, но оставь религию у себя. Ты хочешь молиться пять раз в день, я построю для тебя мечеть. Ты хочешь мечеть? Тебе нужна организация? Тебе нужна ассоциация? Хорошо. Я помогу тебе. Я построю тебе мечеть. Но ты должен эту религию оставлять в стенах мечети. Если хочешь оставлять бороду, одевать микап, прекрасно, пожалуйста. Но нас не запугивай. Оставь наш образ жизни. Вот то, что нам с вами нужно понять, братья. Если они не смогут внушить нам оставить ислам в целом, они попытаются внушить нам оставить ислам Мухаммада, миром и благословением. Все пророки приходили с этой миссией. Распространить ислам на земле, как мы услышали в аяте. Возвысьте религию и не разделяйтесь. Это моя роль. Моя роль распространить религию на земле. Если вы выйдете куда-нибудь, особенно, как вы знаете, в медиа, и скажете, я хочу распространить религию, сразу же на вас покажут пальцем. То есть ты собираешься исламизировать мир? Смотрите, смотрите, он экстремист. Он хочет исламизировать мир. Разве вообще не пророком Мухаммадом, миром и благословением? Есть муслим, который сомневается в этом. Конечно, мы все хотим исламизировать мир. Мы не хотим что-либо из нашей религии скрывать. И это не что-то, что только в религии ислам, в любой религии. Если я убежден, что истина в этой религии, если я убежден, что счастье этой жизни и жизни в Ахирате в этой религии, как я могу скрывать это от людей? Как я могу прятать это у себя дома? Если я убежден, что это правильный путь, что это счастье, это успех, я должен показать это человечеству. Но сегодня нет. Они заставляют нас стыдиться. Поклоняйтесь Аллаху только в своих домах. Делайте да'ава, но внутри вашего общества. Нет, нет, не тревожьте нас. Оставьте наш образ жизни. Нет. Я здесь, чтобы рассказать людям о тьме, в которой они пребывают. Пророк, миром и благословения Аллах, сказал это сахабам. Он объяснил им, что они ответственны за положение религии на земле. Когда бедуин зашел в мечеть и начал мочиться, сподвижники подбежали к нему и начали ругать и поручить. А пророк, миром и благословения Аллах, остановил их и сказал, «Аллах вас отправил». Он не сказал, «Аллах меня послал, и вы должны следовать». Он сказал, «Аллах вас послал облегчать для людей их дела». Раби Ибн Амир, который был послан в Персию, когда зашел к предводителю персов, Рустуму, полководцу армии Персидской империи, сказал, «Мы люди, которых послал Аллах». Он не сказал, «Меня послал Мухаммад, миром и благословения». Он не сказал, «Умар послал меня». Он сказал, «Аллах послал нас». Отвести людей и спасти их от поклонения людям, и привести к поклонению Единому Аллаху. И спасти от гнета властей и привести к справедливости Ислама. И из мирских трудностей привести к люккой жизни в обоих мирах. Это была их миссия, и каждый муслим должен сказать себе, «Это моя миссия». Моя миссия не то, что они мне рассказывают. Согласитесь, что каждый из нас имеет американскую мечту, или азиатскую мечту, или австралийскую мечту. Какие у нас интересы? Не будем лгать себе. Каждая мечтает о красивом доме, красивой жене, милых детях, держать дома собаку или кошку, кормить ее каждый день. Красивая машина. Это наша мечта. Каждый день ты просыпаешься с этой мечтой, работаешь по 12-13 часов, чтобы собрать деньги и осуществить свою мечту. Но ты не можешь встать на утренний намаз. Ты не можешь рассказать окружающим об исламе. Ты стесняешься. У нас есть монстры, которые зарабатывают деньги, крышуя кого-то, но про ислам рассказать они стесняются. У него нет мужества. Вот почему мы говорим, что важно обладать пониманием. Да, мы здесь, чтобы спасти людей от несправедливости, в которой они пребывают, и распространить слово Аллаха с миром. Мы не говорим, что собираемся напасть на людей, убивать кого-то. Нет принуждения в религии. Но мы здесь, чтобы распространить послание ислама. И это моя обязанность. Это не общая обязанность. Некоторые по ошибке считают, что это обязанность уммы. Они говорят, умма должна этим заниматься. Наши предводители должны этим заниматься. Уляма должны этим заниматься. Машаихи должны заниматься этим. Социальные работники должны заниматься этим. Аллах в сегодняшний день не спросит тебя, что делал египетский президент. Что делал арабский король. Аллах не спросит, что делали ученые твоего времени. Он спросит, что ты делал. Что ты сделал для ислама. Что ты сделал для мусульман в Сирии. Что ты сделал для мусульман в Палестине. Как ты мог спокойно спать, зная, что Мазжуд Акса оккупировано? Эти вопросы зададут тебе. Поэтому первое, что важно понять, это то, что наша религия, это не только пять намазов в мечети, тахаджуд намаз ночью. Это важная часть нашей религии. Да. Но есть и другое. Пророк, миром и благословения Аллаха, сказал в достоверном хадисе, «Каждому пророку, который приходил до меня, Аллах давал сподвижников и помощников. Они следовали этому пути, следовали этому ученому. Но после того, как уходило это поколение, после того, как уходили эти сподвижники, появлялось новое поколение. Которые говорили то, чего не делали. То есть они говорили, но сами не делали. И делали то, что им не велели делать. И далее говорит пророк, миром и благословения Аллаха, «Тот, кто противостоит ему своей рукой, он верующий. Тот, кто противостоит своим языком, он верующий. И тот, кто противостоит своим сердцем, он верующий». И после этого сказал пророк, миром и благословение, «Дальше этого, после этого уровня, нет даже частички имана». Ты совершаешь намазы в мечети, ты держишь посты, и твоя жена, маше Аллах, покрыта. Все очень хорошо. Но если ты не заинтересован в помощи уме пророка Мухаммада, миром и благословения, если ты не переживаешь за распространение ислама на земле, то с твоей верой что-то не так. А они нам внушили, что это нормально. Спроси, спроси любого. «Ты хороший мусульманин?» Он скажет, «Альхамду лилля, я совершаю намаз». «Альхамду лилля, я держу пост, выплачиваю закат, я постоянствую на пяти столпах религии». Одна из самых больших наших ошибок – это то, что мы думаем, что религия – это пять столпов. Пророк миром и благословения сказал, «Ислам – это здание, которое стоит на пяти опорах». Когда ты заходишь домой, у тебя там стоят голый фундамент и голые опоры?» «Нет. Здание больше, чем это. Здание – это не только фундамент и опоры. «Ислам – это здание, высокий небоскреб, стоящий на этих пяти опорах». Это не значит, что если я буду держаться этих пяти столпов, то я попаду в высшую степень рая. Аллах ведь спросит нас за это. Поэтому мы должны иметь и распространять эти знания, ильм. Это должно быть важным для ума пророка Мухаммада, мир ему и благословения. Я ответственен, Аллах спросит меня, и я должен об этом рассказывать мусульманам. Второе, и более сложное – это действие. Вы меня извините, мои братья, я обычно говорю с негативом, и сегодня его может быть чуть больше. Каждый раз, когда покушаются на честь нашего пророка миром и благословения, на Западе или в нашей стране, снимая разные фильмы или анимации, конечно, любому мусульманину бывает больно. Но опять, чего ты ожидаешь от твоих врагов? Какой-то человек, который не верит в него, как в пророка, почему ты ожидаешь, что он будет его уважать? Проблема в том, мои дорогие братья и сестры, что мы, умма Мухаммада мир ему и благословения, недостаточно уважаем нашего пророка мир ему и благословения. Если бы пророк мир ему и благословения Аллах жил в наше время и увидел бы, что враги Ислама издеваются над ним, это, конечно, опечалило бы его. Но если бы он увидел, как его последователи, умма, пророка мир ему и благословения, оставляют его путь и его сунну, Это его опечалило бы больше. Очень легко протестовать, легко сжечь что-нибудь, легко выйти на улицу и кричать что-то со злостью, легко кричать «такбир» на лекции. Но я могу гарантировать, братья, надеюсь, я ошибаюсь, что многие из тех, кто был на этой лекции, не встанут ночью на Тагаджуд и не помолятся за нашу умму, следуя сунне пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Есть такая пословица «легко пришло, легко и ушло». То, что дается легко, то, что дается дешево, не имеет цену. Кстати, ваши враги это понимают лучше и подстрекают вас. Они говорят «смотрите, смотрите, я сделаю фильм о Мухаммаде, вы увидите, как его община побежит, как они будут кричать!» Но они на самом деле будут сожжены, они будут повержены, если умма объединится на сунне пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Они будут повержены в тот день, когда каждый мусульманин-мужчина встанет в ряды утреннего намаза в мечети. Представьте эту картину, как вся умма пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, где бы они ни находились, в Австралии, в Казахстане, в Африке, в Америке, где бы они ни были, все совершают намазы в мечети. Вслед следует сунне пророка, мир ему и благословение, его манерам. «Это то, чего нам не хватает сегодня, мои братья. Я могу прийти сюда и прочесть лекцию. Мы должны это делать, мы должны то делать. Но мы все знаем, братья, что через пять минут после этой лекции мы будем тусоваться где-нибудь, смеяться и жарить барбекю. Говорить легко. «Я не принижаю нас, братья, пожалуйста, поймите правильно. Мы должны реагировать на подобное. Мы должны выражать свое недовольство, показывать, что мы недовольны этим. Но первое, что мы должны делать, двигаться вперед и укреплять ислам. Ты переживаешь из-за того, что происходит в Сирии, ты недоволен тем, как обращаются с палестинцами. Минимальное, что ты должен делать, это установить нормы ислама в своем доме. Некоторые кричат, мы хотим установить шариат в мире, но они не могут установить его у себя дома. Его дом не пропитан религией Аллаха, свят и на велик. Его жена говорит ему, это харам, а он в ответ, убирайся, не рассказывай мне, что правильно, а что нет. Очень легко поднимать палец, но трудно показывать в деле. Поэтому для того, чтобы приносить пользу общине, первым делом ты должен привести ислам в свою жизнь. Как я могу установить ислам на земле, если я не могу его установить в себе? Аллах, свят и на велик, говорит, почему вы говорите одно, а делаете обратное? Слова это легко, это не требует усердия и не имеет цены. Где действия в Унме Мухаммада, миром и благословения Аллаха? Где Кур'ан? Где другие книги? Почему мы не читаем их, не заучиваем, не понимаем? Мы живем в Австралии вот уже много лет. 90% нашей молодежи потерялась связь с арабским языком. Если заговоришь с ним на арабском, он скажет, простите, можно на английском? Он потерял связь с книгой Аллаха, потерял связь с Сунной. Всюду тебя окружает харам, коррупция. Парень, девушка, зайдите на Фейсбук, вы увидите, в каком положении наша Умма. Если ты на самом деле переживаешь за эту религию, ты должен действовать. В первую очередь, возродить ее в себе. Затем работать ради нее каждый день, сделав это целью своей жизни, сделав это смыслом. Просыпаясь каждое утро, моя первая цель – религия. Моя первая цель – Аллах и Сунна Его Посланника, миром и благословения. Не только моя, но и тех, кто меня окружает. Когда я вижу, как кто-то совершает грех, я горю изнутри, потому что я знаю, что даже это оказывает негативное влияние на всю Умму Мухаммада, миром и благословения. Если ты на самом деле переживаешь, ты будешь действовать. Знания и действия, мои братья. Нам не хватает этих двух вещей. Нам нужно, чтобы Умма была более образованной, более понимающей. Не ожидайте симпатии от врагов. Это глупо. Ожидайте помощи, Нусра, только от Аллаха. Аллах, Свят Он и Велик, ясно говорит в своей книге. Аллах обещает победу верующим. Если мы не видим сегодня этой победы, что это значит? Что Аллах нарушает обещание? Упаси Аллах от таких мыслей. Он говорит в Куране, Кто более правдивый, чем Аллах, Свят Он и Велик? Дело в нас. Мы не отвечаем всем условиям. Аллах, Свят Он и Велик, говорит в суре Ан-Нур. Аллах обещает тем, кто уверовал и совершает благие деяния. Аллах сделает их правителем земли. Это Куран, обещание Аллаха. В конце аята Поклоняются мне и не приобщают меня со товарищей. Мы потеряли действие, мы потеряли амаль, качество. Каждый говорит о благих нравах, каждый говорит о баскетизме, каждый говорит о нравах пророка миром и благословения, каждый говорит о намазе в мечети, о Куране, о тагаджуде, о поминании Аллаха. Но не видно, как они притворяют это в жизнь. Если ты на самом деле хочешь развиваться, ты должен начать с себя. Твои действия намного сильнее твоих слов. Аллахи, Аллахи, враги Ислама, когда видят подобные собрания, страдают миллион раз больше, чем ваши комментарии, крики. Это их полностью сжигает, потому что ты становишься сильнее. И им остается лишь сказать, ему промыли мозги. Он экстремист, он отращивает бороду и уходит в мечеть. Она собирается надеть никап, она экстремистка. Поэтому, мои братья, помните эти две вещи, знания и действия. Под действиями имеется в виду работа над собой и призыв других распространять религию, не стесняясь. Также наши подписчики, наши братья и сестры, шейх напомнил нам о важности приобретения знаний И от лица команды Ansar Media хотим вам порекомендовать канал, команда которого вот уже несколько лет трудится над распространением Ислама на просторах Ютуб. Мы просим вас подписаться и сделать дуа за них, да облегчит Аллах им этот путь и да воздаст благам на этом и на том свете. Аминь. Аминь. Аминь.